Декабрьское заседание Декабрьское заседание Декабрьское заседание Я напомню, оно гласит, что страны СРН будут совместно строить в Евроатлантическом регионе общее пространство мира с опасностью и стабильностью. Если говорить о конкретных вопросах, которые стояли на повестке дня министерского заседания, то я, наверное, скажу, что особое внимание было уделено положению в Афганистане. Исходящие из этой страны угрозы – терроризм, экстремизм, наркотрафик – являются общими для всех стран СРН, и Российская Федерация выступает за то, чтобы мы продолжали объединять свои усилия в борьбе со всеми этими угрозами, которые угрожают не только Евроатлантическому региону в целом, но от этого особенно страдают страны Центральной Азии и Россия, которые подвергаются массированному, я бы сказал, влиянию как с точки зрения опасностей перелива экстремизма на нашей территории, так и прежде всего в том, что касается проблемы наркотрафика. Второй вопрос, который также был связан с ситуацией в Афганистане – это судьба международных сил по содействию безопасности. Вы знаете, что содействие между Россией и НАТО, прежде всего в транзитных делах, осуществляется на основе резолюции Совета безопасности 1386, и мы призывали наших партнеров вместе подумать над тем, как мы будем взаимодействовать, на какой правовой основе после того, как международные силы по содействию безопасности уйдут из Афганистана в 2014 году. Необходимо, чтобы они отчитались перед Советом безопасности, а та миссия новая, которая будет разработана странами НАТО совместно с партнерами, также должна осуществляться в надежном правовом поле. Это в интересах самой НАТО и это в интересах продолжения сотрудничества между Россией и НАТО в формате СРН. Для этого необходимо создание очень таких, я бы сказал, плотных каналов взаимодействия и обмена информацией между Российской Федерацией и странами НАТО. У нас есть специализированная группа по Афганистану, которая действует в рамках Совета, но мы последовательно выступаем за то, чтобы Россия участвовала в так называемых заседаниях групп поставщиков Международных сил содействия безопасности и также продолжаем призывать наших партнеров к установлению системных связей между НАТО и ОДКБ, поскольку это дало бы очевидную добавленную стоимость как в плане укрепления стабильности в самом Афганистане, так и вокруг него. Также был подвергнут очень внимательному, я бы сказал, обстоятельному обзору положение дел в реализации конкретных проектов по содействию Афганистану. Эффективно выполняется комплекс договоренностей о транзиции грузов для нужд МССБ через территорию Российской Федерации. Растет количество специалистов, которые мы готовим совместно со странами НАТО в целях борьбы с наркотической угрозой. Успешно функционирует целевой фонд для обслуживания вертолетной техники российского производства, имеющейся у Афганской армии. Мы успешно сотрудничаем и в других областях. Прежде всего, это борьба с терроризмом, пиратством, в поиске спасания на море, в тыловом обеспечении. Большие перспективы существуют для сотрудничества в военно-технической сфере. Мы совместно работаем по проблеме оружия нелетального действия. Договорились о том, чтобы объединить усилия в сфере утилизации излишков боеприпасов. Работаем над проблемой совместной экипировки военнослужащего, солдата будущего, по стандартизации и по очень многим другим направлениям, которые, может быть, находятся вне сферы такого публичного внимания, но, тем не менее, очень важны для сотрудничества в военной сфере, а главное будет обеспечивать совместимость стандартов и возможность совместного участия в каких-то мероприятиях, когда это необходимо, и в совместных операциях. Все это является основой для отношения России и НАТО в военной сфере, и Россия будет продолжать придавать большое значение. Из антитеррористических проектов я бы отметил также реализацию проекта «Стандекс». Это один из флагманских проектов, который позволит существенно укрепить безопасность при проведении мероприятий с массовым скоплением людей. И очень неплохо развивается проект под названием «Инициатива в воздушном пространстве», который позволяет нам с НАТО совместно выявлять террористические угрозы с воздуха, а именно следить, отслеживать, сопровождать, идентифицировать самолеты, которые не подчиняются командам Земли, которые могут представлять угрозу. Все это реальный вклад в безопасность и в решение тех задач, которые были сформулированы на Лиссабонском саммите Совета России и НАТО в 2010 году. В Лиссабоне лидеры государств Совета России и НАТО договорились о том, чтобы провести всеобъемлющий анализ возможных рамок по сотрудничеству в сфере ПРО. Эта работа началась, но, к сожалению, она зашла в тупик, и на сегодняшний день пока мы не видим перспектив выхода из нее. С одной стороны, наши партнеры заявляют о готовности продолжать согласование этого документа, но, что касается существа, их позиция не учитывает наши законные интересы безопасности и строится на внутренних решениях Совета НАТО, которые принимались без нашего участия. По сути, если мы не преодолеем фундаментальные противоречия в наших позициях, а Российская Федерация выступает за то, чтобы эта работа велась на основе понимания четких критериев ненаправности системы против российских сил сдерживания, а была направлена только на риски безопасности, ракетные риски, которые могут появляться за пределами Евроатлантического региона. Без учета этого фактора продвинуться вперед будет невозможно. Тем не менее, окно возможностей пока сохраняется, и мы условились над тем, чтобы совместно поработать в этом направлении. В НАТО уже принято решение по архитектуре НАТОвской Европро. В Чикаго было объявлено о первоначальной готовности системы НАТО, и поэтому, если нас будут приглашать через этот совместный анализ освещать каким-то образом уже принятые НАТО-планы, то это тоже путь, который не даст конкретных результатов и не выведет нас на искомый результат. Напомню также, что параллельно мы проводили учения по ПРО ТВД, театр военных действий, и недавние учения, которые были проведены в Германии, они однозначно показали преимущество архитектуры с единым центром управления. Она работает более эффективно. Так что проблема ПРО будет оставаться главной, я думаю, в повестке дня Совета России и НАТО. Это очевидно, потому что если нам удастся договориться, это будет означать, что впервые, пожалуй, после окончания Холодной войны, Россия и НАТО реально объединяют ресурсы в деле борьбы с общими угрозами и рисками. Если же нам не удастся договориться, это будет означать, что даже в сфере общих интересов существуют разделительные линии, которые мешают нам реально сотрудничать по вопросам безопасности. Мы не разделяем точку зрения, что НАТО не может делегировать России в защиту собственных территорий, поскольку Россия не является частью системы, связанной со статьей 5 Вашингтонского договора. На наш взгляд, это противоречит принципу неделимости безопасности, который мы провозгласили во всех документах ОБСЕ, и в том числе в документах Совета России и НАТО, начиная с основополагающего акта, который был подписан в Париже в 1997 году, и заканчивая упомянутым мною Лиссабонским документом. Еще один вопрос, который имеет принципиальное значение для контекста и содержания отношений России и НАТО, это соблюдение норм международного права нашими партнерами. И этой теме мы будем уделять огромное внимание, не только потому, что Россия исходит из того, что эффективность действий международного сообщества зависит напрямую от того, насколько международное сообщество действует в рамках правового поля, но еще потому, что международное право является правовой основой для взаимодействия между Россией и НАТО. Это один из главных принципов нашего сотрудничества. Разумеется, также затрагивалась тема расширения НАТО, и здесь наша позиция абсолютно ясна, она ясна нашим партнерам. Мы считаем, что расширение НАТО не стирает разделительные линии, а только их передвигает географически, и даже создает напряжение, регенерирует философию прифронтовых государств, и будет ухудшать региональную стабильность и региональную безопасность. Все эти три проблемных вопроса будут иметь ключевое значение для будущего отношения России и НАТО, но тем не менее мы будем также продолжать стремиться к сотрудничеству с НАТО в сфере общих интересов и добиваться конкретных результатов там, где наши интересы объективно совпадают. Продолжение следует... Продолжение следует...